Всем привет! Меня зовут Саша. Учусь в Харбинском институте технологий. Мне очень нравится здесь учиться. Тут отзывчивые учителя. Всегда помогут, а нужно всегда как бы по чуть-чуть стараться. Пройденный материал на уроке, например, для себя его как-то повторить или прочитать еще раз. Я выбрал, например, потому что это хороший вуз в плане развития компьютерных технологий. Здесь он в Китае занимает хорошее место. Но в какой-то момент, когда приезжаю к ССН, говорить вам, что надо выбирать вуз, куда вы дальше пойдете, появляются такие мысли, смогу ли я вообще это все на китайском. Желательно, конечно, предварительно подумать, потому что времени у вас будет не очень много. Это все во время учебы. изначально нужно как-то выбирать. То есть я еду именно в Харбин, потому что мне нравятся там компьютеры, например. Первое впечатление по поводу жизни и окружения, конечно, странное, потому что они не скрывают своих эмоций, они просто смотрят на тебя, потому что ты иностранец. Некоторые даже подходят фотографироваться зачастую в каких-то общественных местах. Насчет жизни, проживания, это, конечно, не какой-то пятизвездочный отель, но в этом нет ничего плохого. Это просто обычная студенческая жизнь. То есть плохие стороны есть, но они такие как бы незначительные. То есть это все привыкается потом со временем. Вы иностранец, им интересно знать вашу культуру, там, как вы живете, как там Путин, например, что-то делает, потому что китайцы, они очень много на самом деле знают про Путина. Насчет учителей. Буквально сразу же начал с ними общаться, когда выучил какие-то такие базовые, базовые какие-то слова или фразы. То есть мне просто было интересно вот такое поддерживать общение. Они, кстати, тоже в этом заинтересованы. Любят поговорить, особенно если, допустим, на уроке ты что-то не понял. Нам один учитель часто говорит то, что если, например, урок идет, после урока она вот вас спрашивает, есть какой-то человек, который не все, например, понял. Если никто не отвечает, то учитель, собственно, говорит, что в принципе, зачем я тогда работать, если вы все поняли. Как бы хорошо, когда у вас все равно есть какие-то вопросы, и вы подходите, спрашиваете, она вам отвечает. В этом нет ничего плохого, подходить, спрашивать, интересовать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!